В этом видео я сыграю в Бэдварс на пяти пиратских серверах. Мы постараемся найти лучшую систему Бэдварса. Я покажу вам только самые эпичные игры. И в одной из игр я даже попался против летающего читера и победил его. Поэтому смотрите до конца и ставьте лайк. Если что, IP нескольких серверов я оставил в описании. А весь список вы можете найти в моём телеграм-канале по ссылке в описании. И первый сервер, на который я решил зайти, называется Пика. И здесь, как вы видите, на Бэдварсе играет немало игроков. Да и в целом на сервере большой онлайн. Ну а мы идём на Бэдварс. Почему мой тиммейт что-то пытается прокачать, если мы даже ещё не начинали строиться на алмазы? У него никнейм Мамин Супермен, или мне кажется, Дарова-Дарова. Так, ну что, давайте посмотрим, пропадают ли блоки на этом сервере. Надеюсь, что нет. И в принципе, я смог нормально построиться Мунволка. Мне кажется, то, что этот чел офигел, и почему он плохо откидывается. Ладно, допустим, мы его слили и сломали кроватку. Давайте я выложу один алмаз, который у меня есть. И этот чел даже не заспаунился, эх, что это такое? Что это за житель? Ладно, давайте я тогда поставлю сюда лестницу, сломаю вот этот блок. Спокойно застрою, чтобы они нам не мешали. И сломаю им кроватку. Всё, ребята, кровати у вас больше нет. Здорово, привет, как у тебя дела? Я ещё здесь блок сломаю, поставлю перед тобой блок и начну тебя бить. Пвп-система, если честно, какая-то немного странная. Возможно, мне просто непривычно. Да, я, конечно, всех выношу. Розовый вообще не понимает, что происходит. Бро, бро, можно я тебя застрою? Нет, нет, я хотел его застроить. Ладно, всё, пошёл нафиг отсюда, мы его слили. И он думает, что у него получится задефать свою кровать. Но я так не думаю. Всё, до свидания. И давайте мы сломаем ему кроватку. А отлично, мы это сделали. Бро, куда ты бежишь? Уже никуда не бежишь, до свидания. И это внезапный сейв лестницы, отлично. Ещё, кстати, интересный факт. Я заметил, что здесь нету инвиза, прикиньте. То есть нельзя купить зелье невидимости. И с какой-то стороны это даже хорошо. Смотрите, ребята, к вам сейчас бежит зелёный. И я же сказал, что вам будет ГГ, поэтому полетели. Почему фаерболл так странно работает? Как-то слабо он подкидывает. Ну ладно, мы там засейвились блоком даже два раза. И этого игрока мы слили. Теперь сейвимся лестницей. Ну что ж, я выпил два зелья также. Я съел яблоко, поэтому думаю, что у тебя нет шанса. Всё, мы подошли к нему прямо вплотную. И теперь бежим к нему. Он сделал по нам один удар. Но знаете что? У них очень плохо застроена кровать. Это меня радует. Что это? Что это за ловушка? Я вообще не могу ломать им деф? Что это за бред? Это что такое? Это максимально странно. Я ни на каких серверах такого не видел, если честно. Но ладно, хорошо. Я поставил им ТНТ. Сейчас она самая деф. Ко мне кто-то уже спрыгнул. Мы ломаем им кровать и уходим отсюда. Да, отлично, мы засейвились. Какой эпик. Я засейвился эндерперолом и поставил под себя блоки. Пожалуйста, можно? Нет, я не засейвился лестницей. Это грустно. Почему мне так много урона наносит? Почему здесь блоки? Мы его слили. У меня пол хп осталось. У меня осталось пол хп. Что это было? У него железная броня. Это намного хуже, чем та броня, которая у меня. Еще он не использует лестницы, поэтому мы его сливаем. И все, гейм эндед. Мы победили. Летс гоу. И в принципе, Бадварс здесь неплохой. А следующий сервер это Майнблейз. И во-первых, я заметил, что на всех режимах по Бадварсу на этом сервере много онлайна. Поэтому думаю, что игры запускаются быстро. И давайте начинать. Вообще, я не помню, играл ли я когда-то на этом сервере. Но ладно, стоп, по-моему, к нам уже идут. Это не есть хорошо. Тогда покупаем срочно блоки, лестницы. Я, наверное, застрою кровать. Мой тиммейт просто сейчас стоит, наблюдает за этим всем. Я не знаю, почему он ничего не делает. Но ладно, мы строимся к этим игрокам. Скидываем его блоком. Можно, кстати, я тебя вообще солью? Вот так, да? Ладно, хорошо, спасибо, допустим. А тебя, походу, придется бить мечом. Что? Зачем он поставил туда ТНТ? Это максимально странно. Но ладно, мой тиммейт сломал кровать. И мы выносим этого молодого человека. До свидания. Что за игроки? Почему чел вообще не может навестись? Бро, что происходит? На чем ты играешь? Вот лично я играю на микроволновке. Не знаю, на чем вы. И, по-моему, здесь ресурсы очень медленно капают. Мне это не нравится. Так, желтый куда-то идет. К нему прыгает зеленый. Он, кстати, меня даже не видит. Но ладно. Так, еще один зеленый бежит. Желтый, я вас дефаю. Я вам даже не ломаю кроватку. Зеленый, я тебя солью блоком. До свидания. И знаете, что я хочу сделать? Я хочу построить здесь вот такой вот туннель. Чтобы им прям пришлось ко мне пройти вот сюда. Зачем он там блок ломает? Давай, давай, встань сюда. Я тебя застрою. Все, до свидания. Одного застроили. Зеленый, почему он меня не бьет? Окей. Чтобы вы понимали, я играю с какого-то левого аккаунта. Просто у меня мой скин. Не знаю, возможно, он, увидев мой скин, подумал, что это я. Понятия не имею, но... Допустим... Нет, он, смотрите, решил не прыгать. Слишком умный. Или не до конца. Обалдеть, что это за игроки? Ладно. Я ничего против нубов не имею, конечно. Но это что-то максимально странное. Здесь еще один зеленый. Но он меня не трогает. Почему он меня не трогает? Да-да, давай, понажимаем на shift. Он со мной скрин хочет или что? Там еще бежит желтый. Ладно, ребята, я не хочу бан получить. Поэтому до свидания, сорянчик, ребяточки. Бро, я тебя солью блоком. Ладно, да? Ты сделаешь по мне хотя бы один удар? Ну, пожалуйста. Ну, мне прям жалко тебя. Ну, я не могу. Ну, что это такое? Что это такое? Это, кстати, розовый, у которого даже кровать есть. Нафиг он это делает? Все, мы поднялись сюда. Теперь ломаем вот здесь вот этот блок. И поднимаемся в... Ё... Мое. Ладно, все, короче. Я так задолбался. Мне кажется, эта игра длится уже минут 20. Ну, и это... Очень странная тема какая-то. Давай, давай, мужик. Просто слейся, пожалуйста. Все, мы его слили прям в воздухе. Ваша команда победила. Прекрасно, я очень рад. Эта игра длилась... Я, наверное, думал больше 20 минут. Я не знаю, что это было, но... Ладно. А следующий сервер, на который я решил зайти, это Майнленд. И, конечно же, я зашел на этот сервер, чтобы сыграть в Бэдварс. Но я открыл компас, и, во-первых, я здесь вижу скайблок. Но знаете, что меня удивило? Файрболл файт, которого раньше здесь не было. И, честно говоря, мне очень интересно посмотреть, как здесь сделан файрболл файт. Потому что, насколько я помню, пару месяцев назад, когда я играл на этом сервере, этого режима здесь не было. Поэтому давайте быстренько разомнемся, вынесем этого игрока и пойдем на Бэдварс. Файрболл файт это как раз довольно-таки хороший режим для разминки. Что это было, я не знаю, но ладно. И первое, что я хочу сказать, мне очень нравится, как здесь откидывают файрболлы, серьезно. Потому что бывает иногда такое, что файрболл отбрасывает вас на 500 километров, ну, на некоторых серверах. А здесь это работает по-другому. И, кстати, мне интересно проверить, если я вот так вот прыгну... Что, ё-моё, что это за тайминг был? Он кинул в меня файрболл, я там не долетал, но он кинул файрболл, и я засейвился. Это было красиво. Короче, я поставил ТНТшку, и мы летим сюда. Обалдеть, я куда-то улетел, нифига себе. Так, ладно, мы поставили ему ТНТ, чтобы сломать кровать, и у меня получилось это сделать. Прекрасно. Ну, слушайте, могу вам сказать, что мне нравится, как здесь сделан файрболл файт. Правда, я не знаю, как затащить этого игрока, потому что у меня очень мало хп. Но, ребята, я активируюсь и показываю скилл сюда. Мы затащили. Приветствую тебя, Аманда, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прекрасный никнейм, и я зашел на Бедвардс. И знаете, что я заметил? По-моему, ресурсы начали падать быстрее, чем раньше. Меня это радует. И, конечно же, давайте мы губим сразу все инструменты, которые нам нужны. Мне также нужны лестницы, 4 слитка. Подождите. Знаете, почему я удивился? В прошлый раз, когда я играл на этом сервере, я помню, что с лестницами было что-то не так. По-моему, они стоили дороже, чем должны. И я очень рад то, что... Стоп, подожди. Это читер, это читер, он к нам прилетел на базу. Он к нам прилетел, я прям видел, что-то, как он к нам летел. Подождите, нужно сломать кровать. Бро, не трогай, у тебя в тиме читер, дай тебе сломай кроватку. По-моему, по-моему, читер бежит к нам. И у него даже есть железная броня, нам нужно срочно прокачать броню. Давай, Агера. Ты сможешь слить читера. Давай. Сюда! Я слил читера Бхопера, у которого еще и киловры было. Сейчас я напишу, чтобы его забанили. Обалдеть, я не знаю, что это было, но это было эпично. В любом случае, мы слили читера, а это значит, что мы должны затащить в этой игре. Правда, ё-моё, знаете что, у нас же кровати нету. Нам читер ее сломал, прилетел и сломал. Но зато я пришел на центр и лутаю сейчас изумруды. И еще мне очень нравится эта карта. Нам бы как-нибудь к нему пройти, это было бы прям идеально. Знаете что, наверное, я использую фаербол, чтобы полететь вперед. Отлично. У меня также есть еще несколько фаерболов, которые я сейчас использую, чтобы полететь сюда. И я поставил лестницу и не получил вообще урон. Обалдеть, задом поставил лестницу. Вот это эпик. Чел, ты, кстати, горишь и у тебя нет кровати, поздравляю. Я надеюсь, железная броня стоит 12 золота. Конечно, 12 золота. Ну все, прекрасно, тогда мы ее купили. Надеюсь, у меня сейчас не полетит фаербол, потому что у меня фаерболов вообще нету. Но зато у меня есть эндерперл. Ладно, мы немного откинули этого игрока. Теперь ломаем кровать. И подождите, он слился или он куда-то в бездну улетел? Я не знаю, куда я его откинул, но походу слишком далеко. Все, бро, у тебя нет кровати, я тебя солью. Ну, пвп здесь прям очень приятно. Реально, удары проходят хорошо. А еще у меня есть 8 алмазов, поэтому давайте прокачаем себе броню. И к нам бежит розовый, у которого есть кровать. Что? Смотрите, он сейчас блоки поставит. Обалдеть, бро, это было так эпично. И я, честно говоря, прям чуть... Что за бред? Чел просто подкопал под себя яму, в которую я его скинул. Так, бро, я иду к тебе. Подождите, он ломает себе кровать или что он делает? О нет, о нет, ты... Он упал, он упал в дырку, подождите. Он знает о том, что существует такая ловушка, в которую он сам пытался меня затроллить. Но при этом он туда же упал. Ладно, допустим, такое тоже бывает. Что? Почему у них кровать застроена обсидианом, но не всеми блоками? Я спокойно сломал кровать, что за бред? Вот, ребята, что вы делаете? Мне нравится эта игра, она какая-то удивительная. Мы читера слили, просто что... Ребята, вы просто посмотрите в мой инвентарь. У меня даже губки непонятно зачем есть. Всякие разные зелья, железный голем. Для начала мы делаем вот такую вот тему. Кидаем сюда вот этот вот мостик, чтобы он заспаунился. Давайте я кину. И еще раз, также у меня есть тендерперл. И, бро, не надо у меня кидать свои фаерболы. Я надеюсь, что у них не застроена кровать. Что, по-моему, у них ловушка была, из-за которой у меня теперь инвиза нету. Но, ладно. Ставим еще сюда тнтшку вот таким вот образом. Пожалуйста, можно сломать кровать. Конечно же, можно. Спасибо. Один улетел вниз. Второго мы скидываем. Ребята, походу, это победа. Да, это победа сюда. Вот это эпичная игра. А сейчас мы заходим на легендарный сервер Кристалликс. Ну что ж, Кристалликс. Это сервер, на котором я начал играть, наверное, в году 2017, мне кажется. Поэтому давайте сейчас быстренько всех вынесем. Я уже иду на центр. И, кстати, это одна из моих любимых карт. Потому что просто, посмотрите, я поставил буквально несколько блоков. И я уже на центре. Да, карты на Бэдварсе, на Кристалликсе, мне действительно нравятся. Но еще я предлагаю сразу пойти на сервер, потому что он какой-то слишком медленный. Серый, ты кидаешь меня в фаерболл. Зачем ты это делаешь? Так, ладно. Давайте, наверное, мы просто побежим к нему. Сломаем здесь блок. Поставим блоки перед ним. И нет, я поставил только один блок. Поэтому у меня не получилось его скинуть. Так, ну по поводу PvP-системы, хочу сказать то, что она мне довольно-таки нравится. Действительно, она сделана прикольно. И, кстати, мы вынесли этого игрока. Он уже не зареспаунится. А еще я знаю то, что раньше здесь не работали фаерболы. Ну, в плане они работали, можно было разрушать блоки, но буститься нельзя было. А теперь это можно делать. Поэтому давайте мы это сделаем и заставимся лестницей. Все, отлично. Так, Аква, можно я тебя скину? Правда, я там немного неправильно кинул фаербол, поэтому полетел вверх. Но в любом случае мы сделали красоту. И теперь будем сейчас ломать ему кроватку. Так, я здесь застроюсь. Правда, там идет тот чел, который, возможно, сейчас скинет на меня ТНТшку. И это будет грустно, если он это сделает. Надеюсь, он не будет этого делать. Аква, и я тебя солью, куда ты бежишь, что ты делаешь, все отлично. И Розовый реально скидывает ТНТ. Нет, бро, что это было? Он скинул ТНТ и от нее же случайно ударился и упал. Не, ну серьезно, карта вот такого типа мне очень нравится, серьезно. Потому что она очень динамичная и это реально круто. Кстати, Розовый, я уже пришел к тебе и... Ё-моё, что же мы будем с тобой делать? Наверное, сама у тебя кровать. Опа-на, я ломаю здесь блок, теперь ты за мной бежишь. Очень страшно, очень страшно. Ладно, мне придется все скинуть, до свидания. Так, сейчас я притворяюсь нубом, чтобы он шел ко мне, ломаю здесь блок, ставлю перед ним блоки и он на это не ведется. Нет, это слишком умный игрок, все понятно. Я просто, можно оставлю это без комментариев, окей, ладно, все. Я ничего не хочу делать, я просто сама ему кровать, мне его слишком жалко. Бро, ну почему так получается? Ну ладно, что я издеваюсь над нубами? Бро, ты научишься играть, ты будешь играть лучше, чем я. Но пока что ты улетаешь вниз и мы побеждаем в этой игре. В общем, Бодварс на Кристалликсе мне нравится, это было весело. И вот, мы добрались до последнего сервера в нашем сегодняшнем топе. И это, конечно же, Агера ПВП Клаб. Итак, для начала ставим сюда ТНТшку, чтобы нормально забуститься. Летим вот сюда, кидаем фаербол и идем выносить нашего противника. Короче, для начала я решил зайти на фаербол файт, чтобы быстренько здесь размяться. И после этого мы уже, естественно, пойдем на Бэдварс. Так, бро, ты по мне не сделал ни одного удара, отлично. В общем, хочу сказать то, что фаербол файт на моем сервере мне очень нравится. И я в последнее время играю на этом режиме довольно-таки часто, поэтому рекомендую вам сюда зайти и сыграть, конечно же. Так, давайте мы его, наверное, как-нибудь... Ты какой-то опасный, почему ты встал на край, я же тебя спокойно скинул. Ладно, это был красивый сейв. И теперь давайте я поставлю здесь блок, чтобы он не мог пройти. Еще несколько блоков поставлю. Все, отлично, проходим теперь здесь. Он кидает фаербол, я его откидываю, мы его заводим в комбо и идем на Бэдварс. Ну что ж, Бэдварсик. Даже не знаю, с чего лучше начать. Ну, во-первых, за последнее время пофиксили очень много багов на моем сервере, это хорошо. Эту карту я, по-моему, показывал в моем предыдущем или позапрошлом видосе. В общем, это, пожалуй, одна из моих любимых карт на Бэдварсе. И знаете что? Раньше здесь были кнопки, из-за которых нельзя было вот так вот отсейвиться. Но теперь эти кнопки убрали, я попросил это сделать. И мы можем спокойно сейвиться хоть блоками, хоть лестницами. Это тоже, как по мне, огромный плюс. И розовый, я иду ломать тебе кроватку. По-моему, тебе вообще все равно. Ну, ладно, все, отлично, мы сломали ему кровать, прибегает его тиммейт, меня бьют два игрока. Самое главное, чтобы у него не было лестниц, потому что тогда мы останемся... О, нет, у него есть лестница. Точнее, не лестница, а ножницы. Но он не успел сломать кровать. Бро, ты в курсе, что ты не сломал кровать? Обалдеть, вот это мы задефали кровать целых два раза. Ну и, конечно же, сплит у нас работает, то есть чел берет ресурсы, и они даются также и мне. Ну, карта, как по мне, реально просто шикарная. На ней был единственный минус, это вот эти кнопки, которые находились там. Но теперь кнопок нету, поэтому все шикарно. И, бро, я поставлю здесь блоки, чтобы ты не мог пройти и меня скинуть. И с ним пвпхается мой тиммейт, который его... О, все, отлично, мы его слили с одного удара, неплохо. Ну, либо он там от падения слился, я не знаю. В любом случае, мы ломаем им кроватку сюда. Нет, только главное, чтобы тиммейт не упал. Ребята, будете на меня бежать? Здорово, здорово, как у вас дела? Беги, беги, давай, давай. Нет, он не прыгнул, он слишком умный. Может, ты вниз упадешь? Давай. Опа-на. Он упал, все, отлично, я прям перед ним блок сломал, и он туда упал. Что это за троллинг происходит? Как я люблю троллить игроков, прекрасно. И вы, конечно, можете подумать, что я поставил свой сервер на первое место, потому что только это, типа, мой сервер, и поэтому из-за этого я поставил его на первое место. И я вам отвечу, ну, конечно же, да. Ладно, я шучу, если бы мне не нравился этот сервер, то, естественно, я бы его не поставил на первое место и вообще не включил бы в этот топ. Дело в том, что Агера Пвп Клаб это сервер, на котором в последнее время я играю больше всего. Больше, чем на каком-либо другом сервере. И я не знаю, даже если есть какие-то некоторые минусы, они очень быстро устраняются. Например, были некоторые баги, их уже давно пофиксили играть, сейчас намного приятнее. А еще к нам бежит чел, ловушка у нас сработала, но я не успел, к сожалению, туда прийти, и нам сломали кровать, это грустно. И он уже рядом, но у меня есть гопол, который мне сейчас нужно будет съесть. Главное, чтобы он меня сильно не откинул, все, нормально, мы живем. Как вы думаете, смогу ли я сейчас поставить блок и лестницу одновременно? Я думаю, да, отлично, обалдеть, у меня получилось это сделать, неплохо. И теперь давайте мы пойдем сломаем кровать зеленым, который у них до сих пор есть, но это ненадолго. Так, бро, тиммейт, сейчас не ломаем кровать, не ломаем кровать, не делая этого, не делая этого. Короче, мы просто разрушаем сейчас защиту кровати и ждем, чтобы они появились у них на базе, нам так просто... О, отлично, все, теперь ломаем кроватку. Это был мой план, это был мой план, чтобы они сюда здесь появились, мы сломали кровать и их вынесли. Это было шикарно. Ну и напоследок я решил зайти на Бэтфайт, тоже на моем сервере, и хочу вам сказать кое-какую важную вещь. Во-первых, сегодняшний топ, который я составил из этих серверов, на которых мы поиграли, я, если что, делал по моему личному мнению, с которым вы можете быть согласны, а можете быть не согласны, я вас понимаю. Ну а также хочу еще упомянуть одну очень важную вещь, которая заключается в том, что... Если, например, посмотреть на какой-нибудь сервер, который был на четвертом, пятом, третьем месте, без разницы на каком, я его поставил на определенное место не потому, что он хуже, чем тот, который на первом или на втором, а просто потому, что сегодня у нас видос, в котором я показываю разные сервера и не пытаюсь сказать то, что один лучше другого или другой хуже другого. То есть, скажем так, это, знаете, такой сборник серверов, и вы можете просто сами решить, на каком сервере вам играть. Поэтому, надеюсь, то, что насчет этого, в принципе, мы с вами обсудили. Ну а я, тем временем, уже сломал кровать вот этому игроку, и мы его почти вынесли. Бэтфайт на моем сервере мне тоже очень нравится, довольно-таки часто здесь играю, и мы победили в этой игре. А вы напишите в комментариях, какой ваш любимый сервер в Майнкрафте, а также ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, и всем пока!